Друзья, всем привет! Как вы уже поняли из названия, я отправляюсь в город Бухара. Отправляюсь из Самарканда на поезде. Вариантов отправления очень много. И как по времени, так и по сумме. Я выбрал самый дешевый вариант. За 700 рублей можно уехать из Самарканда до Бухары. Время в пути будет всего 2 часа 20 минут. Можно выбрать билет чуть подороже. Чуть подороже и доехать за час 20. Ну а сейчас объявили мой поезд, третий путь. Погнали! Вот такой здесь вагон. 2-1. Так, у меня, по-моему, 17-е место. Друзья, ну все, я уже заселился в отель. Вы посмотрите, это такая частная гостиница. Здесь несколько номеров. Есть внутренний дворик. Здесь можно посидеть на топчане. Здесь, кстати, будет и предлагаться завтрак с утра. Обязательно вам его покажу. Ну а сейчас пойдемте посмотрим номер. Номер аж на троих. Достаточно просторный. В таком восточном стиле. Посмотрите. Потолок просто шикарный. И хочу похвастаться, что номер мне обошелся в 25 долларов. Это всего 2,5 тысячи рублей. Это, пожалуй, самое дешевое жилье в этом сезоне. Здесь, в Бухаре, в Узбекистане, я заселился в исторической части города. Вокруг все достопримечательности в шаговой доступности. После переезда, заселения, конечно, хочется поужинать. Я зашел в кафешку, взял себе плов. И плов, я, кстати, сразу вижу, готовится по-разному. Здесь, видите, как мелко нарублена морковка, мясо и яичко перепелиное лежит. И еще взял две самсы. Одну с тыквой, а вторую с мясом. А завтра уже продолжим. Друзья, доброе утро. Время 8 часов. Я не помню, говорил ли я вчера, что здесь есть завтрак в этом отеле. Он такой простенький, но, в принципе, очень хорошо, что он есть. Здесь яичница с сосиской, лаваш, сыр, немножко овощей, какое-то варенье, сметана, печенье. Чай еще принесли. В общем, я завтракаю и бежим смотреть с вами Бухару. Ребят, вышел прогуляться по Бухаре. Не знаю, что посмотреть. Давайте у местного спросим. Молодой человек, что можно в Бухаре посмотреть? Привет, братан, пойдем, сейчас все покажу. Ну, а сейчас я нахожусь на одной из главных площадей Бухары. Это площадь Колян. Только сразу не смейтесь, вот, собственно, Колян. Это минорет. А здесь с правой стороны медресе, а с левой стороны мечеть. А сейчас я предлагаю зайти вовнутрь и посмотреть, как выглядит все внутри. Смотрите, здесь, видимо, еще все на реконструкции. Вход в мечеть стоит 5 тысяч сумм. И посмотрите, какой красивый дворик. Целый день черный, а не крученый. А впереди, собственно, центральная часть, а напротив входа находится сама мечеть. Пойдемте ее внутри посмотрим. Ну, она не такая красивая, конечно, в плане узоров. Просто белый выбеленный купол. И вид на площадь. Здесь между достопримечательностями для особо ленивых туристов, таких как я, например. Потому что я понимаю, что мне по городу сегодня придется пройти очень много. Есть такие рикши электрические. Погнали на нем. Смотрите, еще идут раскопки. Там древний город уходит на глубину 20 метров, по историческим данным. Друзья, Бухара – это настоящая сокровищница Узбекистана. Этому городу порядка 2600 лет. Здесь проходил великий шелковый путь, благодаря чему Бухара очень стремительно и быстро развивалась. И в настоящее время здесь насчитывается около 150 историческим памятников. Конечно же, все их я вам сегодня показать не смогу, но основную часть пойдемте смотреть. А на рикши я приехал посмотреть цитадель Арк. Эта неприступная крепость возвышается здесь, на площади Регистан. Как вы уже знаете, Регистан в Средней Азии принято называть главной городской площади. Я говорил об этом в видео про Самарканд. Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите. Друзья, здесь на территории Арка есть конюшенный двор. И отсюда открывается вид на Шуховскую башню. Это раньше она так называлась. Сейчас она называется Бухарад Таурс. И свою историю она берет еще с 1927 года. По проекту Шухова ее построили. Это была водонапорная башня. В 1968 году деревянные обшивки сгорели. И она как бы перестала эксплуатироваться. А в 1990-х здесь был пристроен лифт. И был сверху оборудован ресторан. А после поломки лифта опять эта башня перестала эксплуатироваться. И только в 2018 году, в 2019-м снова открылась. И уже приобрела вторую жизнь. И у нее снова есть лифт. И с нее открывается уже вид, собственно, на саму цитадель и на город. Здесь же на территории находится тронный зал. Здесь, собственно, сам трон. И здесь проходила церемония коронации бухарских правителей. И вот, собственно, сейчас коронируют одну из них. Ребята, я пришел посмотреть мечеть. Называется Балахаус. Здесь также есть минорет. А напротив находится водоем. И Балахаус вообще переводится как детский водоем. И в старые времена, в Средней Азии, были проблемы с водой. И поэтому строились подобные водоемы. И такие водоемы использовались как источник питьевой воды. И все мечеть это примечательно тем, что здесь вот такие вот есть резные деревянные колонны. Они выполнены в форме сталактитов, которые поддерживают, собственно, сам вход Айвана. Айван, я уже говорил, так называют прямоугольный фасад входа. Он такой в здании со стрельчатой аркой. Видите? Вот это вот. Это называется Айван. Друзья, ну а сейчас я пришел в традиционный крытый базар. Здесь в исторической части Бухары. Называется он Токио Заргарон. И переводится как купол ювелиров. И здесь в древние времена всегда продавали ювелирные золотые изделия. Ну а сейчас это такой рынок с разными сувенирами, одеждой, мастерскими какими-то. И он имеет такой один основной купол и несколько вокруг него. И здесь всегда такой тенек, прохлада. Давайте посмотрим. Сейчас же этот рынок является одной из главных достопримечательностей. Здесь в Бухаре. И по кругу рынка расположены медресе, мечети, минореты. Вот эти тарелки, кстати, сейчас если будет возможность увидеть наглядно, как они делаются. То есть выбивается рисунок, потом это все красится и получается вот такая красивая тарелка. Здесь, например, есть лавка с коврами. Если кому-то интересно, можно приобрести ковры. Собственно, а я сегодня гуляю по городу в национальной одежде. На мне тюбетейка и чапан. Хотя мне уже кто-то сказал, что у тебя чапан поддельный. Я говорю, а что мне его тогда здесь продали? Ребят, на таком небольшом клочке земли расположено так много достопримечательностей, у меня просто глаза разбегаются. Здесь рынок, за ним мечеть и медресе. Сюда, собственно, поворачиваешься. Здесь тоже два медресе. Одно, собственно, медресе Улукбека, вот это вот, которое слева. А справа уже медресе Абдулла Зис. Ну, вот тут вот есть кафешечка, я вижу, кафешоп. А наверху, вон там веранда, мне кажется, оттуда откроется классный вид на два этих медресе. Да, посмотрите, друзья, здесь можно подняться на веранду, взять кофе и насладиться таким классным видом. Настолько близко к медресе, что вот рукой можно практически дотронуться. Вид с этой кафешки просто супер. Обязательно, если вы ее увидите, ну, собственно, можно понять, да, по месту, где она находится. Поднимайтесь. Очень красивое кафе. Это территория медресе Улукбека. Видите, тут тоже реконструкция идет полным входом, еще до конца не сделано. Ну, сюда впускают, здесь, видите, тоже, как и везде, продаются платки, ковры, тюбетейки, кашемир. Вообще, платки такие приятные, вообще, смотреть красивые. Город-сказка. Ты идешь по нему, и как будто бы ты в какой-то сказке, понимаете? Вот, не знаю, такие ощущения интересные. Вообще, я прямо желаю всем их получить, чтобы вы приехали и насладились сами. Это вот от чистого сердца, понимаете? То есть, вы приезжаете, смотрите, бухара, это вообще что-то невероятное. Здесь только достопримечательности. С ума сойти. Рынок продажи шапок, называется, датируется 16 веком. А как правильно вы прочитали на узбекском? Можете еще рассказать? Пойдемте посмотрим. Это тоже основной купол здесь посередине большой и несколько, видите, вот таких вот небольших по краям. И столько, такое разнообразие цветов, я не видел нигде. Столько, такое разнообразие одежды, головных уборов, ковров. И вот центральный купол. А, даже не этот, а вот этот. О, какой большой. Ну, а здесь я пришел на такую пешеходную улицу, скажем так, на Арбат местный. И вокруг медресе, купола, рынки. Слушайте, весь город такого песчаного цвета. Смотрите, да, и я в нем сегодня одной из самых ярких пятен вместе с торговыми лавками свечусь. Пойдемте посмотрим. Здесь ближе к вечеру уже будет много народу. Здесь вот есть водоем. И вокруг водоема огромное количество кафе, столиков, видите, где можно будет и поужинать, и посидеть, понаслаждаться. Вечером здесь включается фонтан, и собирается народ посидеть, отдохнуть. Посмотрите, какие верблюды по краям. Целый караван. Вот, пожалуйста, еще одно медресе. И вход вы уже знаете, как называется. Айван. С левой стороны тоже медресе. Слушайте, как их много здесь. И все они на минуточку разные. С виду только кажется, что они похожи. Но когда ты приглядываешься или заходишь вовнутрь дворика, здесь уже все выглядит по-другому. Видите, здесь учебные классы располагались на первом этаже. На втором этаже, возможно, были даже какие-то комнаты в виде общежития. Они здесь жили, учащиеся. А медресе, я напомню, это высшее учебное заведение. Называлось в древние времена. А то и все медресе, медресе. А вы, наверное, не знаете, что это такое. Это в выпуске про Самарканд я говорил. Поэтому, если вы еще не видели выпуск про Самарканд, обязательно переходите. В конце будет ссылка под видео. Посмотрите, тоже очень красивый город. Ребят, смотрите, какие есть печати для лепешек. Я вам потом лепешку еще вблизи покажу. Она так посередине ставится. А, ну вот, собственно, да, тут же есть. Видите, и у каждой лепешки есть, может быть, свой узор. А у каждого пекаря свой штамп есть. И у вас шутится клеймо для неверных мужчин. Прикольно. Здесь еще такие трости классные, смотрите, деревянные. Вот эти вот пенальчики мне понравились. Такие, как гробики, да, выглядят снаружи. Тут можно, собственно, при желании мышь похоронить домашнюю, если она умрет. А так еще нужно разобраться, как его открыть. Здесь какой-то специальный способ. Вот так вот давишь на тоненькую такую штуку. И потом отодвигаешь его. Ведь чудо произошло. Да. Надо сказать, ну, это абракадабра. А, вот оно как. Абракадабра. А что это? Да, это какие-то держатели для... Да, это используется поставка для книга. Это из села врусок дерева. Здесь нет туплея, нет и гвозди. Ага. Это значит, как конструктор мы сможем использовать его подклады по нашего телефона. Слушайте, прям в разные эти, да? У меня такой телефон большой, у меня подставку больше. Нет, нет, вот это вот. А если я хочу вертикально поставить? Вот так. А, вау. Или я два телефона. Кажется, где будет слой стороны. Прикольно. Слой или как салфетница использовать можно. Как салфетница. Ага, так вот ставить. Или для книги используем. Слушайте, пять позиций будет. Слушайте, пять позиций. А у больших тоже пять, да? Нет, здесь шесть, но будет десять позиций. О, с ума сойти. А сколько такое стоит? Сто пятьдесят тысяч сумм. Сумов. Да. Это из арехов. Блин, так прикольно. Тут это, как, знаете, конструктор просто. Можно ребенку маленькому стучить, чтобы он помолчал. Вот он будет целый день вот это вот так ковырять. Спасибо. Друзья, я подошел еще к одному медресе. Посмотрите, как он красиво выглядит. Имеет четыре минорета. И называется черный нор. Собственно, так и переводится. Четыре минорета. И вплоть до двадцатого века здесь располагалось учебное заведение, да, медресе. Это у нас учебные, высшие учебные заведения. И уже к приходу советской власти здесь вот эти кели, да, а кели это классы, где обучались ученики, использовали как жилье. Но она, смотрите, как выглядит просто так эффектно. И стоит такая посреди частного сектора. Я, конечно же, зайду вовнутрь. Я уверен, что на сегодняшний день в этом медресе также располагаются сувенирные магазины, разные изделия. Ну, я вам скажу так, что есть медресе, которые до сих пор являются учебными заведениями, действующими. То есть, в них происходит обучение. Здесь обучали по этих медресе Корану, изучению Корана, где им посвящалось. Ну и, собственно, вот сейчас видите, как выглядит. Здравствуйте. А вот это вот, собственно, кели, что ли, были? Почему-то такие маленькие. Вот дальше были, дальше. А, это все просто разрушено уже, да, получается? Кели. Это все разрушилось. Ага, и остался вход. И здесь мужчина. Слушайте, ну она очень красивая, правда. Четыре минарета, где даже есть рисунки. А, это, собственно... Минарет Колян. Да, это минарет Колян. Мы сегодня с вами его уже видели. Там можно наверх, у нас блин пять тысяч в сумму. А куда, наверх завезли на... Пять тысяч в сумму, да. Можно я тогда поднимусь и потом вам заплачу. Ага, пойдемте, слушайте, смотрите, какая возможность получилась. Интересно подняться на минарет. Вот видите, наверху на одном из минаретов аисты в корзине. Так вот, аисты – это символ Бухары. И здесь они сверху, посмотрите. Друзья, приехал я посмотреть еще одно интересное место. Это дворец Ситараи-Махихоса. Летний дворец последнего Бухарского мира. И сразу же здесь, на территории, меня встречают. Вы посмотрите, какие милые павлины. Их так много. Вот один из них, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, девятый. Слушайте, они как курица здесь живут. А, это они звук, что ли, сдают такой? Такие прикольные. Я смотрел информацию, что Сахихоса, да? Сахихоса, господи. Как его зовут там, не запомнишь с первого раза. Мохихоса. Мохихоса учился в Петербурге. И он видел все эти дворцы наших правителей. И решил, что ему нужен тоже такой дворец. И поэтому этот дворец такой, немножко в русском стиле, может быть, да? С элементами какими-то. Посмотрите, какая веранда. Бирюзовые колонны, цвет такой интересный. Да? Выглядит красиво. Собственно, это выход. А где вход? Только я не понял прикола, почему вход выглядит так. Только табличка мне помогла. И то я не знаю, точно ли это вход. Потому что он какой-то вообще неприметный. Ну да. О, здравствуйте. Посмотрите, какая красота. Вот это дворец. Что тут? Стол и кресло, дерево, металл, шелк, Россия. Конец 19 века. О, мебель-то, видите, наша русская, я же говорю, российская. Какой красивый белоснежный зал. Вот это узбекский полностью. А, вот здесь вот. А, у меня. Я думаю, я понять не могу, где что узбекский стиль. Да, это я специально такой, вот видите, выбрал стиль для видео, чтобы все было красиво. Это классно. Мне уже столько людей сделали комплименты. Мне так приятно. Ну ладно. А здесь, посмотрите, какая комната. Смотрите, как красиво вообще. Это как в такой комнате? Я бы, наверное, стрельнулся от столько, от столько яркого цвета. А вот и я в своем чапане. Представьте, я правитель. Это мой дворец. Приглашаю всех в гости. Здесь какая-то комната. Вау. А, это такая, типа, веранда. Видите, она деревянная, скрытая. Как я уже сказал, вот вход вообще неприметный. Зато выход, посмотрите, какой. Со львами. С деревянной верандой. Интересно. Про дворец-то. 1912 года. Постройка. Сейчас здесь еще есть несколько зданий. Посмотрим. Пойдемте. Очень интересно. Стиль такой классный, да? Такой все ярко. Я бы, конечно, не смог в нем жить. Но в моем чапане выглядело это все круто. Друзья, там был дворец. А это отдельно стоящее здание. Это его гостиная была. Здесь, видимо, пыли все-таки. Был прием гостей, а не там. Здесь снова я. Я бы так и бегал по этим комнатам. Если бы тут жил. Очень красиво. Очень-очень красиво. Смотрите. Так, и здесь еще круглый зал, можно сказать. Кстати, вот это его костюмы, да? Халат мужской. Хлопчатая бумажная ткань. Золотое шитье. Вот так вот. Вот какой надо иметь халат. Ребята, здесь пруд и, собственно, здание почивальни, где, видимо, гости приезжали, оставались ночевать. Здесь 12 комнат. 12. Все. Остаюсь в Узбекистане. Мне срочно нужен 12-комнатный дом. Я буду сдавать комнаты туристам европейским. Нет, для гостей чуть-чуть попроще. Для себя там целые хоромы были. Ну и все. Не знаю, были ли это комнатами для сна. Видимо, на втором этаже там, потому что с балкончиками какие-то комнаты. Ну, очень-очень классно. Пойду попробую договориться на второй этаж подняться. Я попросил, чтобы меня впустили на второй этаж, но там идет ремонт. Ну, тоже. Интересно же. Смотрите, печь была. Здесь тоже выставка. Ну, это сейчас музей, конечно. Ну, очень красиво. Вот они. Какие-то коридоры, комнаты, старый дом. Блин, это всегда так заманчиво. Круто. И здесь, видите, комнаты. Ребята, я чуть не напутал. Вот здесь, в этой опочивальне, на первом этаже, жили его четыре жены. Представляете? А на втором, это же жила его мать. Я говорю, а гости, если вот к Махихосу приезжали, где они, типа, оставались? Она говорит, там, в первом здании, которое я показывал. Классное место. Точно ему стоит уделить внимание. Я сначала как бы по дворцам не очень, думаю, не поеду ни в какие дворцы. А приехал, удивился. Вообще, себя сразу так, ну вот, в ту эпоху вернул. Здорово. Эпоху. 1912 года. Ребят, приехал я в центр плова, так здесь называются заведения, где можно попробовать самый вкусный плов в Узбекистане. И сейчас я хочу вам показать два плова, самарканский и бухарский. Чем они отличаются? Посмотрите, этот плов самарканский, этот плов готовится в Бухаре. Отличия, да? Здесь темное масло, видите, рис имеет такой темный цвет, а здесь хлопковое масло используется. И морковка. Здесь крупно она нарезана, здесь прямо она очень мелкая. Еще здесь перепелиное яйцо, здесь его нет. То есть, ну, принципиально отличие такое есть в плане масла, насколько я понял. И мясо. Здесь немного крупнее нарезано, а здесь оно такое распотрошенное. Давайте я быстренько еще на вкус попробую. Ну, вот, по крайней мере, рис с морковью, мясо позже сейчас. Это бухарский плов. Кстати, вкус очень насыщенный, вкусный. Это самарканский. Слушайте, бухарский плов мне больше нравится, правда. Он более такой схлоченный, что ли. И, видимо, за счет того, что масло другое используется. Реально очень вкусный. Сейчас мясо еще попробую, но мне кажется, мясо плюс-минус одинаково готовится. У бухарского плова прям мясо тает во рту. А у самаркандского кусочки чуть больше. Блин, мясо и там. И там реально вкусно. Прямо рассыпается во рту. А сейчас я приехал на центральный колхозный базар. Бухаро-Маркази-Базари. Пойдемте посмотрим, что здесь продают. Так, я вижу фрукты по правую сторону. Такси, кстати, сказал, что с той стороны одежда здесь с овощем. Мне нужны больше овощей. Что это? Печат, тыква. А с чем это? С тыквой? А, с тыквой. С тыквой? А-а-а. Не, ну попробуй. Ну, попозже. С тыквой, кстати, вы видели. Я вчера ел с тыквой самсук. Кстати, очень вкусно. Мне понравилось, мне кажется. И вот это вот, что она назвала, тоже очень вкусно. Смотрите, пошли дыни, арбузы. Кстати, говорят, сейчас сезон винограда. Поздновато я приехал, потому что рынок работает до пяти, а время сейчас четыре часа. Уже, видимо, все подраскупили. Вот несмотря на то, что на улице жарко, здесь вообще не чувствуется вот этой, знаете, теплой такой температуры. Прямо прохладненько даже, я бы сказал, за счет того, что продувается, видимо, или как. Так, ну здесь я думаю, что попробовать мне ничего не дадут, никаких орехов, потому что здесь в основном овощи, фрукты. Сейчас пробегусь еще, посмотрю, может быть, что-то еще найду, какие-то интересности на рынке. Это же самый центральный рынок Бухары. Смотрите, здесь интересный есть павильон с сырами. Вот, например, вот этот сыр называется хурут, он такой соленый, сильно соленый. Смотрите, сколько. О, смотри, какие разные. Как будто орехи. Вообще, слушайте, как будто это орешки, а это сыр. Прикольно. Это тоже все сыр. А куда используют этот сыр? Просто так едят или в выпечку какую-то? Че? Че? Вот этот сыр, его как, его просто едят или в какую-то выпечку используют? А, спасибо. Франция и Москва. Россия из Екатеринбурга. Екатеринбурга. У нас люди все работают хорошие люди. Да, конечно, я знаю. Узбеки вообще классные. Я работаю в России со узбеками. Вкусный. Это подарок что ли это? Да, это мне подарили. А я сам татарин. А вот этот сыр, я просто не понимаю, наверное, женщина, вот этот сыр, его в выпечку какую-то используют или его просто едят? Просто едят. Кто-то это беременно будет едят. Вот поэтому такое сделаем. Это у нас домашний коротчик есть. Домашний есть у нас. А пробуйте это? Не-не, спасибо, спасибо. Я так для видео поснимаю. А вот это коричневое что такое? Это топленое масло остатки. Вот это? Топленое масло? А, остатки топленого масла. Вот это, собственно, само масло топленое, а вот это остатки, да? Да. Такие все милые продавцы, приятные. Здорово. Из Екатеринбурга. Из России. Вы про Чапан? Мне сегодня все делают комплименты. Мы ему Чапану. Я думаю, вы узбек чистый слов. Да, мне тоже говорят, как узбек настоящий. Да, очень красиво. Жалко, что мужчины редко ходят в Чапанах. Не говорите. Да, в основном женщины в национальные ходят одежды, а мужчины редко ходят в национальные. Хотя это очень красиво. Я бы, если здесь жил, я бы только в этой одежде ходил. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Ну, собственно, вот такой павильон с сырами. Здесь много разных сыров. Если интересно. Так, а я пойду посмотрю. Говорят, новый тренд. Сейчас арбуз с лимоном едят. Что это такое? Пойду-ка я посмотрю арбузы, чтобы не получилось так, что я сюда зря приехал. Потому что приехал поздно. Большая часть рынка уже начинает закрываться. Но хотя бы возьму арбуз тогда. Тренд сейчас посмотрим. У меня там топчан в гостинице огромный. И на этом топчане сейчас порежу арбузик и с лимончиком посмотрим, что за тренд. Так, вот, ребят, я хочу какой-нибудь небольшой арбуз взять. Например, вот какой-нибудь из этих. 4 тысячи, да, килограмм стоит? 4 тысячи стоит килограмм. Сейчас посмотрим, насколько он выйдет. А давайте вот этот небольшой какой-нибудь. Насколько он интересно получится? Почти 6 килограммов, да? Это 23 тысячи получается. Сейчас, ребят, заплачу и двигаемся. Мне нужно 2 лимона. 2 лимона. 45 сумм, вы сказали, да, килограмм? Это узбекские? 12 тысяч. Так, 10. А Инджир? Не, Инджир не надо, спасибо. Вы видите, это уже Инджир уже. Видите, как. 80 Инджир, видите? Нет, спасибо. Нет. Сладкое не хочется. Спасибо. Так. Ну все, в общем-то, я затарился арбузом и лимоном. И сейчас двигаюсь в отель. Если по пути еще какое-нибудь медресе мне не встретится. Если встретится в медресе, то мы пойдем еще с вами в медресе. Вышел с рынка, думаю, ну все, уже такси надо вызывать. Смотрю, большая группа туристов куда-то идет. Думаю, ну явно они неспроста здесь. Иду за ними. Смотрите, тут целый памятник. 9-й, 10-й век мавзолей Самонидов. Давайте быстренько загляну, покажу там. А что, тут платный вход? Здравствуйте. Добрый день, да. А, платный? Я тогда тут с краю посмотрю. А вот эта балка, себе сфотографируйте, смотрите, вот эта дверь новая, а вот этой балки более тысячи сто лет. Вот выше которая, да? Вот видите, там на арабском надпись сохранилась. Вот этой балке более тысячи сто лет мавзолей. С ума сойти. Это семейная усыпальница правителей. Ага, я посчитал еще из жженого кирпича построен, да, мавзолей. Еще за счет обжига кирпича, кирпичи обжигались при разных температурах. Вот видите, они разного цвета. Вот оно, в течение светового дня по расположению солнца на небе, мавзолей в день несколько раз меняет свои света и цвета теневого оттенка. Ничего себе. Здесь игра света и тени. Ну да, такое интересное. А это уже восстановлено или? Частично купол был обрушен, и в 1937-39 год была реконструкция купола. Интересное место. Видите, вот так вот гуляешь и даже не знаешь, куда идут туристы, группы. Спасибо вам тоже. Куда идут туристы, туда иди и ты. Такая необычная кладка кирпича, да. Посмотрите, вот оно прям узором все выложено. Интересно. Интересное, кстати, здание заслуживает, конечно, внимания, чтобы прийти посмотреть на него. Необычная, говорю, постройка. Круто. Друзья, в интернете сейчас новый тренд. Говорят, лимоном, если полить арбуз, будет какой-то уникальный вкус, уникального фрукта. Давайте проверим это. Я прям целый, целую половину лимона выжимаю сюда на арбуз. Не знаю, уже в предвкушении. Это не арбуз и не лимон, а действительно какой-то уникальный вкус. Кто открыл этот тренд? С ума сойти. Вы не поверите, бегите быстрее за арбузом и за лимоном. Это так вкусно. Слушайте, а еще с узбекским лимоном это было что-то невероятное. Все действие происходит у меня здесь во дворике на Топчане. Завтрак на Топчане, арбуз на Топчане. Слушайте, очень классно, что он здесь есть, потому что в номере как бы валяться неохота, а здесь под открытым небом, вы посмотрите. Вообще здорово просто лежишь и кайфуешь. Надо себе такой же Топчан дома построить. Ребят, ну уже смешно просто. Вы не поверите, и поужинать решил в Медресе. Смотрите, ну реально красиво, колоритно. Все-таки последний вечер и хочется красиво посидеть. А я считаю, что это реально красиво. Мне так вчера понравилась самса с тыквой, что я ее сегодня снова заказал. Смотрите, здесь маленечко она по-другому выглядит. Взял цезарь, но классический. А вот суп я решил взять узбекский, чучвара. Здесь пельмешки с бальоном, ну и немножко каких-то овощей. Приятного аппетита. Друзья, ну все, мне приходится уезжать из этого прекрасного города. Вы знаете, всегда так бывает. Вот ты когда выделяешь мало дней на какой-то город, влюбляешься в него и жалеешь, что почему так мало дней. А бывает приедешь в город, там неделю возьмешь, а тебе и двух дней там достаточно, хочется уехать. Но это не про Бухару. Бухара прекрасный город. Вы посмотрите, какие здесь здания. Как здесь все красиво. Вы сегодня все это увидели в видео. Я считаю, что была бы возможность, я бы еще здесь на несколько дней, конечно, задержался. Ну а с Узбекистаном я не прощаюсь. Завтра я уезжаю в другую страну. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить выпуск. А в Узбекистан я вернусь, чтобы отснять и показать вам саму столицу Ташкент. Все, обнимаю, целую. Пока-пока. Пока-пока.